РАМАДАН НА КАНАЛЕ АЛИАТИСАМ 1445 ГОДА ПО ХИДЖРИ Сегодня хочу рассказать проблемы среди мусульман, которые сильно распространились. Особенно в Рамадане нужно очень остерегаться от того, что сегодня я хочу здесь рассказать. Оберегание языка. Настолько важно мусульманину оберегать свой язык. Как понять, оберегать свой язык? Что это означает? Ибн Хаджар сказал, оберегание языка – это отказ от произношения того, что недозволено шариатом и в чем нет пользы тому, кто произносит слова. То, что недозволено шариатом и слова, в котором нет для него пользы, нужно оберегать язык от таких слов. Всевышний Аллах сказал, стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель, ангел, который пишет то, что он говорит. Пророк сказал, «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, либо говорит хорошее, либо молчит», – сказал пророк. Передается слов, что посланник сказал, «Пусть тот, кто поручится мне за то, что находится между его челюстей и между ног, я поручусь за то, что он войдет в рай». Посланник, который не говорит по приходи, который не говорит от себя в религии Аллаха, когда Пророк говорит что-то, которое касается религии, он говорит исключительно от Аллаха. И этот посланник заручается, гарантирует рай тому человеку, кто удержал то, что у него между челюстями язык и то, что между ним обратно от харама. Этому человеку Пророк обещает рай. Имам Уль-Навави, указывая на то, что помогает человеку оберегать свой язык, сказал, «Следует человеку, который хочет сказать что-либо, сперва подумать. Если есть в этом польза, пусть скажет, а если нет, пусть промолчит, сказал имам Уль-Навави». Прежде чем сказать что-либо, нужно секунды подождать, есть ли в этом польза, особенно Рамадан месяц, братья мои и сестры. Прежде чем что-то сказать, нужно подумать, стоит ли это говорить или нет, есть ли польза от этого или нет. Если даже пользы нет, нельзя говорить, нежелательно говорить что-то. А что сказать, говорить что-либо греховное? Это главная причина. Человек не должен произнести слово, пока не подумает, не извещит по шариату, есть ли польза в этом или нет. Сперва, разрешено ли это или нет. Потом, есть ли польза от этого или нет. Только после этого человек должен говорить что-либо. Поэтому, пришло в хадисе от посланника, салли Аллаху алей вассалям, удержи свой язык, кроме как от произношения благого сказал пророк, салли Аллаху алей вассалям. Поэтому, когда Юкба ибн Амир, радия Аллаху алей вассалям, спросил у пророка, салли Аллаху алей вассалям, в чем спасение? Посмотрите, что спрашивали подвинники у пророка. В чем спасение? Он ответил, придерживай свой язык от харама, больше времени проводи дома. Потому что, когда человек выходит часто на улицу, часто он видит греховное, часто он слышит греховное. Если даже он будет присутствовать в маджлисах, где говорит греховный, и не порицает этих людей, он тоже соучастником становится. Например, рыба делает этот человек, оказывается в этих местах. Но молчит, не делает им замечаний. Этот человек считается соучастником этой рыбы. Злословие наговаривает на своего брата мусульманина. «Больше времени проведи у себя дома и оплакивай свои грехи», говорил пророк, салли Аллаху алей вассалям. Когда Ибн Амир спросил у пророка, в чем спасение, пророк ему завещал вот эти три вещи. Придерживай свой язык, больше времени проводи дома и оплакивай свои грехи. Пророк, салли Аллаху алей вассалям, также сказал, пусть тот, кто уверует в Аллах и последний день, либо говорит хороший, пусть говорит хороший, либо молчит. Это потому, что большинство слов, которые говорит человек, не нужны для него и ему не касаются. И эти слова большинство бывает против человека. Человек пока не сказал что-либо, слова бывают его заложниками. Он владеет этими словами. И когда человек скажет что-то, он становится заложником того, что он сказал. И эти слова уже владеют ими. Посланник, салли Аллаху алей вассалям, сказал, «Любые слова сына Адама, кроме веления совершать одобряемое и запрещать совершать порицаемое, и слова поминания Аллаха будут против него, а не за него», сказал Пророк, салли Аллаху алей вассалям. Кроме вот этих трех вещей. Поминание Аллаха призывать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Кроме вот этих трех вещах, большинство, любое слово, которое человек говорит, это бывает против него. И за это человек будет споршен. Если Аллах, субхану а тааля, не простит. Аллах милосердный, милости выпал. Покаяние человек делает. Аллах, субхану а тааля, прощает. Сообщается от Муады ибн Джаббаля, ради Аллаху, что когда он был в пути с посланником, да благословит его Аллах и приветствует, он спросил, о посланник Аллаха, «Расскажи мне нечто такое, что приближает меня к краю и удаляет меня от ада». Посланник, салли Аллаху а алей вассалям, перечислил ему вещи, которые могут приблизить его к краю и отдалить его от ада. Затем сказал пророк, салли Аллаху а алей вассалям, после того, как перечислил вещи, которые приближают его к краю и отдаляют от ада, пророк говорит, «Хочешь узнать о том, что поможет тебя овладеть всеми этими качествами, которые приближают тебя к краю?» Тот ответил, «Конечно, о посланник Аллаха». Пророк сказал, салли Аллаху а алей вассалям, «Указывай на свой язык, придерживай вот это». «Придерживай язык», сказал пророк, салли Аллаху а алей вассалям. Муаз спросил, «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, неужели мы будем спрошены за то, что мы произносим?» Пророк, салли Аллаху а алей вассалям, сказал, «Я Муаз, а разве будет ввергать людей лицами в огонь, кроме как за плоды их языка?» Что заставит человека предостерегаться от плохих плодов языка? Это то, что сказал пророк, салли Аллаху а алей вассалям, в хадисе, который передал Абу Гурайра, ради Аллаху а альху. Посланник Аллаха, салли Аллаху а алей вассалям, сказал, «Обратите внимание, братья, на этот хадис. Поистине раб Аллаха может сказать что-нибудь угодное для Аллаха, чему сам он не придавал никакого значения. Просто сказал слово, угодное Аллаху. Но за что Аллах возвесит его на много ступеней. И поистине раб Аллаха может сказать что-нибудь такое, что вызовет гнев, ярость Аллаха Всевышнего, чему сам сказавший это и не придаст никакого значения, даже не подозревает этого. Но из-за чего он будет ввергнут в ад, сказал пророк, салли Аллаху а алей вассалям. Просто человек сказал, не подумав даже какие-то слова. Слово куфра может человек сказать, какое-то слово может сказать, которое гневает Аллаха, даже не подумав об этом. И он за это может оказаться в огне. Посмотрите, братья, настолько опасен язык. Поэтому каждый день, когда человек просыпается, все части тела человека покорно обращаются к языку, чтобы язык придерживался прямоты, чтобы язык ввел себя нормально. Если язык придерживается прямоты в религии, остальные части тела тоже следуют за ним. Вот посмотрите, что сказал пророк, салли Аллаху а алей вассалям, когда перечислил ему вещи, которые приближают его к раю и отдаляют его от ада. Всеми этим, говорит, владеет язык. Настолько важен. И он с удивлением спрашивает, где, Расулли Аллах, разве мы будем спрошены? Он просто даже говорит, спрошены. Пророк сказал, салли Аллаху а алей вассалям, разве будет ввергать людей вниз лицами в огонь, кроме как за плоды их языка, сказал пророк, салли Аллаху а алей вассалям. Передается слово Абу Саидин аль-Худри, ради Аллаху а аль-Ху, что посланник Аллаха, салли Аллаху а алей вассалям, он сказал, хадис, который я только что сказал, «Когда сын Адама просыпается утром, все части его тела выражают свою покорность языку, говоря, побойся Аллаха ради нас, ибо мы зависим только от тебя. И если ты будешь придерживаться прямоты, то и мы будем прямыми, а если ты искривишься, то мы искривимся и мы». Сообщает, что суфьян имена Абдуллах, да будет доволен над ним, Аллах сказал, «Однажды я спросил у посланника, салли Аллаху а алей вассалям, «Я, Расуль Аллах, скажи мне нечто такое, чтобы я стал придерживаться». Пророк сказал, салли Аллаху а алей вассалям, «Скажи Господь мой Аллах, а потом придерживайся прямоты». Я спросил, «Я, Расуль Аллах, а чего ты опасаешься для меня больше всего?» Он сказал, он взял свой язык и сказал, «Этого сказал пророк, салли Аллаху а алей вассалям. За это я больше всего переживаю, за язык, потому что язык больше всех людей вергает в огонь, в алей вассалям. Сподвижники пророка, салли Аллаху а алей вассалям, братья мои и сестры, оставляли дозволенные речи, боясь, что они могут впасть в греховное». Вот так люди, салли Фусалих, следили за тем, что они говорят. Потому что человек может сделать какие-то поклонения, поклоняться Аллаху, приближаться к нему и сказать что-либо, которое может аннулировать все, что он сделал в предыдущих дела. Может сделать гриба за свою брата-мусульманина. За это слово может Аллах его хорошее деяние отдать ему. Поэтому, прежде чем что-то сказать, секундой подумайте, есть ли в этом польза или нет. Возьмите себе такую привычку, сообщает, что Абдуллах ибн Масхуд, радия Аллаху ану, сказал, «Язык заслуживает тюремного заключения больше, чем остальное». Абдуллах ибн Масхуд, радия Аллаху ану, сказал, «Язык заслуживает тюремного заключения больше, чем остальное». Больше, чем другие органы. Однажды встретился Аксам и Мусайфи и один из них спросил другого, сколько людских пороков ты насчитал тот ответил, количество их исчислить невозможно мне же удалось насчитать 8 тысячи пороков, но я обнаружил одно качество, благодаря которому ты сможешь скрыть все свои пороки задавший вопрос спросил, какое же ему было сказано способность следить за своим языком сообщается, что имам Шафии, ради Аллаху сказал своему последователю, ученику по имени Раби, он сказал о Раби, не говори о том, что не имеет к тебе отношения, ибо если ты произнесешь слово, то оно будет владеть тобой, а ты им владеть не будешь сообщает Фудайль бну Айад, ради Аллаху Рахимауллах, он сказал тот, кто считает свои слова делами мало говорит о том, что его не касается вот это изречение Аллаха, сподвижников пророка, саллиллаху алейкумсалям ученых, о опасности языка прошу Аллаха, субхану ва-та-Аля, чтобы он помог нам удерживать свои языки от харама, чтобы наши языки говорили только благое призывали к одобряемому и удерживали от порицаемого если даже мы что-то говорим и шутим эти наши шутки и наши речи были только правдивыми в которых нету никакого обмана Аминь ассаляму алейкум ва-рахматуллахи ва-баракатуха